Так, ну а сейчас давай позвоним, я не знаю, давай попробуем набрать Александра Рыбака, победителя Евровидения. С моего листа его наберется. Давай попробуем вот по скайпу здесь у нас. Так. Саша, привет, добрый вечер. Привет, привет, ребята. Привет. А расскажи, где ты? Я в Осло. А вы? А мы в Минске. Мы тоже. Тише, ты не позволься. Мы тоже. Мы можем быть тоже в Осло. Мы тоже в Осло. Расскажи, ты сейчас тоже на карантине, да? Да, может быть, у нас разные понятия карантина. Я не знаю, здесь, ну, я не болею, так что я выхожу на улицу. Но мы это все равно называем карантином, потому что мы держимся так подальше от друг друга. Как мы с тобой живем. Так же, как вы, я вижу. Да, да, да. Ну, у вас, расскажу, у вас на улицу можно выходить или запрещено? Да, можно. Я думаю, что разница в Норвегии, если, например, сравнить с США, там, где протесты и так далее, да. Так в Норвегии, норвежцы очень доверяют друг другу. Так что это нам очень помогает в эти времена, потому что сейчас, ну, все выходят, сейчас можно покупать продукты и так далее. Но все следуют правила, что два метра от друг друга все держатся. Даша, не трогай лицо. Я тебя спасу. Не трогай лицо. А это, кстати, говорят, да, что нельзя трогать. Но Саша доверяет тоже друг другу. Вообще, похожая ситуация на Беларуси. Нас тоже доверяют друг другу. Поэтому у нас вот тоже можно выйти на улицу на прогулку. Слушай, а ты можешь показать вообще дом? Как у тебя? Как живешь, Саша? Мы просто в гостях ни разу не были. Смотрите, вот сейчас я вот провожу, я вот так свои сутки. Часы какие? О! Да, конечно. Это же из «Звездных войн». Это космический корабль какой-то у тебя? Надо смотреть же. Да, это «Стар Ворс». Класс. Ну, когда я, например, зациклился с текстом для песни, так тогда иногда я вот строю, чтобы не терять дух. Потом вот телевизор нормальный. Здесь у меня и Nintendo, и Xbox. Вот я бы хотел спросить про приставку, потому что ты сейчас очень развиваешь свои таланты. Я, судя вот по соцсетям, замечаю, что ты еще играешь и на приставке, не только на скрипке активно. Посоветуй какую-нибудь компьютерную игру нашим зрителям. Компьютерную. Компьютерную. Сейчас найду. Ну, ладно, не найду. Я расскажу. Grand Theft Auto. Это уже старая игра, но очень-очень. Но это классика. Это классика. А если по-русски хочешь игру найти, так вот, Metro. Одна из самых лучших игр в мире. Ну, а что мы тут каждый день играем, собственно. Утром приезжаем и вечером тоже в эту игру по пути с работы как раз. Так, покажи, что еще мы можем у тебя там рассмотреть. Интерьерчик. Может, Андрей, ты обои выбрал? О, вот. Я могу потом еще вам попозже сыграть, если хотите. А скажи, пожалуйста, а ты каждый день практикуешь, да, чтобы не потерять мастерство, да? Конечно, конечно. Вот, смотрите, здесь моя студия. Ну, это маленькая такая, где я могу сам записывать. Андрей, ты следишь? Я, Саша, знаешь что, я считаю комнаты сейчас, я записываю. У меня мама Рубинштейн, я помечаю метры квадратные, какие у тебя там. Ну, хорошо, хотя бы кто-то запишет. И здесь спальня, но я не захожу, я не знаю, кто там сегодня, так что на всякий случай. А-а-а, я понял. Слушай, а давай сразу провокационный вопрос, если ты спальню там нам не хочешь показывать. Я слышал, что ты ищешь тебе жену. Вот такая новость. Да, с тех пор, когда родился, я ищу себе жену. Нет, смотри, у меня вот есть снова написано «Поиски девушки на роль жены в клипе». Finally married. Жень, помаши, помахай. Осло, привет! Hello, Norway, Belarus. Twelve points. On the phone. Саша, расскажи, так ты правда ищешь себе актрису на роль жены, да, в клипе? Или уже нашел? Нет. А ты посмотри, не, Женя, ты посмотри, какого числа я выложил этот пост. Ага. А-а-а, 1 апреля! Я понял, я уже думал, что совсем... Понятно. Все, шуточка была. А просто много девушек нам пишут тоже, слушайте, свяжитесь там с рыбаком. Мы хотим... Закиньте удочку рыбаку, если вы понимаете, отчет. Видишь, люди повелись, оказывается. Хорошо, ты проходил мимо своего вот этого... Переставку мы увидели, телек тоже. Посоветуй фильм, который посмотреть. На каникулах, на этих так называемых. У меня здесь, конечно, все на... Вот это вот, Властелин Кир, Lord of the Rings, Star Wars, Гарри Поттер и Джеймс Старк. Это самые-самые лучшие такие... Я называю это «Юниверс». Ну, чтобы можно было вникнуть в другой мир. А какая часть Гарри Поттера лучшая, Саши? Как «Пристолов», «Игра престолов», да. «Пристолов». Так, ну я вижу, что «Беларусьфильма» работ там нет. Это другой фильм «Игра приставов», это другая игра, когда приходят по суду мебели замают. Это на «Беларусь-3» показывают. «Игра приставов», да, новая программа наша документальная. Так, раз... Да, и смотрите, сейчас последний похвастаю. Смотрите, ребята, видите, у меня все фильмы Марвел, это комиксы. Абсолютно все, с 1985 года и до сих пор. Саш, а мы сейчас по интернету разговариваем, да? Да. Это ты про что? Про то, что типа уже... Можно не покупать диски уже. А, ты про это? Тонкий юмор. А, так, Саша, расскажи. Никогда не доверяю тем Wi-Fi и так далее. Всегда задерживается, всегда звук. Как музыкант мне всегда нравится самое-самое лучшее качество. Так что у меня диски. В конце концов, наступит апокалипсис, да? Интернет отключится, а диск можно вставить и спокойно посмотреть. То есть я считаю, что во время апокалипсиса интернет отключится, а электричества нет. Потом обсудим, потом обсудим, да. Так, а винил у тебя есть? Может быть, ты на виниле слушаешь, если ты уже ценитель вот такого? Не-не-не-не-не-не. Современная технология все-таки. Ты слышал о том, что Евровидение наверняка в этом году отменилось, да? Но вместо этого пройдет такой специальный проект, посвященный Евровидению. Слышал, да, что будут с помощью онлайн, в общем, будут выходить артисты на связь. Ну, такое типа онлайн-концерта. Слышал про эту новость, да? С 16 мая. Конечно, слышал. Во-первых, это повлияло на мой план, потому что я же должен был участвовать в финале 16 мая. Меня пригласили и трех других победителей пригласили. Так что мне, конечно, жалко, что не получилось. А снова 200 миллионов людей примерно смотрят. Это же каждый год, да? Аудитория огромная, да. А расскажи, а что ты должен был показывать? Тебе уже говорили, вот что планировали, какой номер? Ну, сказку, Fairy Tail, конечно, только в новой упаковке. Но мне очень жалко тех, которые впервые должны были участвовать, ну, новые участники. Потому что они хотели покорить Европу и уже были готовы, да, и все провалилось. Но, знаешь что, я следил за норвежским отбором тоже у Норвегии. Была очень классная песня. Жаль, что она не сможет прозвучать на Евровидении, потому что, ну, там, по правилам придется обновить песню. Но у вас реально очень крутой хит выиграл в этом году. Attention песня была. Вот, к сожалению, так все складывается. Ну, ничего. Мы услышим в радиоротации, как минимум. А знаешь, что мне интересно? А можете вы сейчас мне рассказать? Давай. Телеканал белорусский уже, они приняли решение, пригласят то же самого артиста на следующий год? Или снова будет? Вот у нас еще точно не объявили, потому что время еще есть, но вполне возможно, вполне возможно. Это будет решать руководство. Но я знаю, что некоторые страны тоже еще думают, часть уже определилась, они отправляют тех же артистов. Вот мы еще и из тех, кто думает. Россия тоже же еще определяется, да, как я понимаю, Светлобик? Россия, мне кажется, вообще самый последний всегда называет своего артиста. Уже когда вот срок подходит, дедлайн, тогда Россия только и объявляет. Так что, ну, мы будем ждать, конечно. Мы пожелаем удачи ребятам проекту Вэлл, если, я думаю, если они напишут мощный хит какой-нибудь крутой. Саша, а как тебе вот эта песня? Мы сейчас заговорили про Вэлл. Как тебе наша песня этого года, которая стала поехать? Я плохо тебя слышу, Андрей, прости. Слышал ли ты нашу песню этого года от проекта Вэлл, то, что наши ребята должны были повезти на Евровидение? Белорусскую или русскую? Белорусскую, которая вот должна была поехать на Евровидение. Нет, не слышал. Я слышал только немецкую и русскую. Так. Скинешь потом. Мы потом по интернету сбросим. А мы еще, знаешь, постоянно спрашиваем. Нет, нужно диск. Диск нужно мне послать. Мы видеокассету тебе отправим. Да. И честочку. Слушай, мы еще обычно спрашиваем у людей, какой у вас самый дорогой предмет дома находится. Вот сейчас, в комнате, в комнате. Я думаю, скрипка, скрипка. Так вот, если скрипка. Может, мы тебя попросим кусочек, так сказать, вот этого... Исполнить. Кстати, вот пока ты будешь... Такая дорогая. Дорогая музыка. Дорогая передача. Сыграй нам, пожалуйста. А я пока вот тебе сообщу новость такую. Наверное, артисты этого не слышат. Но перед тем, как Евровидение начинается, там обычно зрители разогревают, люди танцуют. И, ну, я сижу в комментаторских обычно, я вижу всю арену. Так вот, Fairy Tail — одна из самых популярных песен, которые включают на разогрев перед концертом. Это правда. Euphoria и Fairy Tail. В общем, ну, там люди прям зажигают. Прям танцуют. Так как и должно быть. Сейчас. А как же Viva la Viva, Viva Victoria, Афродита? Это чуть реже. Чуть реже, да? Чуть реже, да. Но когда человек приезжает, тогда эта песня играет. Подожди, Александр и Константин. Так, сейчас я вам спою. Так, подожди, акустический концерт. Расскажи, что будешь играть, что будешь петь. Кстати, вы меня спросили, вы у меня спросили про сериал. Нет, про фильмов. Я сейчас обнаружил сериал на русском языке. Отличный. Называется «Лучше, чем люди». Он на Netflix, потому что Netflix гораздо легче найти, чем скачать. Беларусь-24 в этом студии. Смотрели кто-нибудь? Два студии? Нет? Нет? Никто? Мы посмотрим. Хорошо. Кто не знает? Я вчера посмотрел пару эпизодов, только ради того, чтобы русские вспомнить. Для вас. Я могу спеть про то, что нужно мечтать. Потому что это все, что мы можем делать в эти дни. Класс. Идеально. Да? А знаешь что? Саш, перед тем, как ты начнешь, хочется, чтобы ты еще пару слов сказал поддержки всем медицинским работникам во всем мире, в том числе и в Норвегии, в Беларуси, во всех странах. Пару слов просто пожелай. Поддержи. Я вообще-то не так хочу еще пожелать, а больше поблагодарить за отличную работу и за дух позитивный. Мы очень-очень гордимся вообще, humanity, как называется, гордимся людьми. Класс. Так, так, так. Ну, у меня русский, как всегда, такой. Так что я вам на английском спою. Давай. Давай. Спасибо, ребята. Как можно, Саш. Саня, знаешь, что сейчас случилось? Шрек закончился, судя по всему, судя по музыке. Спасибо большое. Александр Рыбак был на Макайонка 9. Спасибо большое, Саш. Класс. 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 Спасибо вам, ребята. Спасибо. Спасибо.